Казахстанские обменные пункты могут использовать в отмывании незаконных денег и финансировании терроризма. Крупные суммы наличных в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении, заявили в агентстве по финансовому мониторингу. В ведомстве призвали предпринимателей сообщать о всех подозрительных фактах. Все подробности в деловом обзоре. Субтитры предоставил DimaTorzok Регулярный обмен крупных сумм одними и теми же людьми, их подозрительная внешность, участие в операциях третьих лиц и другие факторы, вызывающие сомнения. Правила нужно неукоснительно соблюдать, подчеркивают в ведомстве. Неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании денег и финансировании терроризма. Предпринимателям это грозит как минимум лишением лицензии. Добавлю, в прошлом году Национальный банк привлек к ответственности 134 обменных пункта за различные нарушения. Известно также, что на сегодня действует порядка 10 организаций, которые еще не зарегистрировались в системе сбора данных о финансовых операциях. Институт ответственных землепользователей предлагает ввести в Союзе поливодов Казахстана. Специалисты считают, что новшество позволило бы стимулировать фермеров, которые вкладываются в производство, вовремя выплачивают налоги и дивиденды сельчанам за паи. И в целом доказали за эти годы свою конкурентоспособность. Таких предпринимателей государство может в первую очередь поддерживать льготными займами и субсидиями, которых, как известно, к концу года в регионах обычно не хватает. Главным критерием оценки работы аграрного бизнеса должна стать социальная ответственность, читает глава отраслевого союза Виктор Асланов. По его подсчетам в стране уже сложился определенный пул, в который входит порядка 35% хозяйств. Им приходится в жестких условиях конкурировать за меры господдержки с теми, кто уклоняется от обязательств и в целом работает на земле недобросовестно. Эксперт читает, что данная система должна быть автоматизированной во избежание коррупционных рисков. Вопрос пока на стадии обсуждения. Существует некий рэнкинг, где вшиты критерии. Эти критерии, точнее показатели по каждому предприятию, они считаются автоматическими. То есть, например, сколько он тратит на обновление, опять же, своей техники, сколько он тратит на удобрения, сколько он тратит на средства защиты растений. Из этих всех цифр складывается, что предприятие устойчиво в производственном плане. Дальше подключается, скажем так, социальный блок. Сколько он тратит на пенсионных накоплений на одного человека? Вообще показывает ли он работников? У нас же не секрет, что все в черную играют. Сколько он платит налогов и других отчислений? США, Сингапур, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты. Вот далеко не полный список стран, куда предположительно могли вывести казахстанские деньги из Великобритании, пишут финансовые аналитики, авторы телеграм-канала Risk Takers. Отмечу, в британском парламенте пока обсуждают возможные антикоррупционные санкции в отношении бывших чиновников и олигархов из нашей страны. Тем и временем по поручению Касымжумарта Токаева спецорганы приступили к расследованиям схем и возможности возврата незаконно выведенного капитала. Парламент ратифицировал соглашение с Соединенными Штатами. Оно откроет доступ к информации о счетах казахстанцев в американских банках. Эксперты подчеркивают, в первую очередь нужно обратить внимание, как именно их пополняли. Делать это могли из других стран, где не так развит комплайнс-контроль. Что касается самих схем, далеко не всегда это могли быть банковские переводы, ведь происхождение таких объемов денег было бы сложно объяснить. Тем не менее, попробовать отследить их путь можно через систему SWIFT. Гораздо сложнее это сделать, если капитал вывозили через границу наличными, считают аналитики риск-тейкерс. 1200 уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности совершили казахстанцы за прошлый год. В антилидерах Алматы, Шимкент и Актюбинской области сообщает Финпромки Z. Если общее количество преступлений по сравнению с 2020 годом сократилось, то число самих фигурантов, напротив, выросло почти на 30%. К ответственности привлекли 738 граждан, большая часть безработные, но есть среди них также предприниматели и госслужащие. Самыми в кавычках популярными правонарушениями были выписки незаконных счетов фактур, создание и руководство финансовыми пирамидами, а также уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Таким был обзор деловых новостей к данному часу. Увидимся в следующем эфире.